Мы сегодня не будем торопиться, да? Хорошо, ну вот, а теперь совершенно иная тематика, греческая. Дело в том, что в прошлый раз я читал много сетхотворений на эту греческую тему, но я прочту то, что в прошлый раз я и читал, а потом свою песню на эту греческую тему. Дама кормит младенца не грудью, бюстом, Чтобы с детства впитал он любовь к искусству, И колышет ветер, уже не тополь, а оливы, за ним не Кремль, а Корополь. И вплывает в музы в ее квартиру, дарит сыну кисти, резец и лиру, И желает славной ему дороги, еще чтоб жену подарили боги, Уже на таланты его оценивает, а для сына дама и море вспенит, Афродита выйдет из белой пены, чтоб любить сыночка, прощать измену, Ждать из странствий дальних, как пенелопа, над младенцем сосок, Словно глаз циклопа, спит на бедрах дамы, малютка Эллен, Пейзаж за окном, молоком подбелин. Одиссей, он в корыте плывет, пон сияет вокруг штиревой, Невеслом он гребет, ощербатой доской половой, Догорает триера за мысом, в ногах решето, Что теперь он замыслил, уже не узнает никто. Не очень-то события богаты, день августовский выпал как зеро, И местный археолог тащит в хату, окаменевшая русала черебро. Такое же в поселочном музее, приезжий не видали ратозей. По крыше ходит голубь с голубкой, он кланяется, раздувает цов, Отцов с каюбом, выхывая трубкой, за ними наблюдает мальчик-боп. Две тащицы сестры Наталья с Марфой, на мурышки озвучивают арфой. Хозяйка приготовила обед, подчерзывает спину культерьеру, Хозяин дачи, он же краевед, на огороде откопал триеру. И снова закопал, и очень рад, так лучше сохранился экспонат. Поэт в сражение с рифмой до точки дошел и написал, Ни дня, ни строчки склонился над следами птичьих лапок, Песочные часы ложатся на дырк. Азахминная плавает в вине, линия водей прополз через экватор, И кажется, что слышишь в машине, пощелкнет головный калькулятор. Своя значение бытовых причин, да бесконечно малых величин. Азара заспеваю на украинский могиль. Кто ее не знает, все поймет. Это колыбельная песенка, нехитрая, которую я написал. Теперь представьте, что я сельская бабушка. Мне самому это не так просто представить. Но тем не менее. Если будет одно непонятное слово, это горобейц, воробей. Дальше, думаю, все будет понятно. Песня. 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 Все понятно, правильно? А теперь я прочитаю стихотворение в Украине. Дело в том, что стихи, которые я буду читать, когда я писал, я думал о людях, которые живут в серой зоне, так называемой. По обе стороны конфликта. То есть серая зона – это та, куда долетают и с одной, и с другой стороны снаряды. И вот об этих людях, думая, я и писал. Песня. 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 После этого, необязательно это делать, остается спеть на украинской мове американский джаз, если вы ничего не поймете, и слава Богу, и не надо, потому что посвящение это украинской попсе, она такая же, как российская, только на украинском языке. А я спокий, миг баймати, як би тебе не кохал, тож для тебе буду грати, начи вздубу-дубу-дубу я впал в американский джаз. Американский джаз, американский джаз, американский джаз, американский джаз. Щоб від колонии досі радий, міншаленний спів лунав, на гарморси буду грати, начи вздубу-дубу-дубу я впал в американский джаз. Американский джаз, американский джаз, американский джаз. Щоб і вишла ти з хати, щоб сирко тві підвивав, щоб твоя казала мати, а щоб з дубу-дубу-дубу ти, а щоб з дубу-дубу-дубу я. Посадите мене за краты, я б за кратами співал, бо бажаю так лопати, начи вздубу-дубу я впал. Американский джаз, 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 американский джаз. Начи вздубу я впал. Я буду завершать свою часть выступления. Но все-таки надо песни тоже такой какой-то бодрой сделать, я думаю. Песенку, которую я сейчас спою, я написал очень давно. Песенка Ткачев, спектакль по пьесе Евгения Шварца «Гула король». Дело в том, что я помню, когда мы выбирали очередного президента, это был Леонид Кучма, мне принесли домой листок по социалистической партии Украины, в которой была цитата из этой песни, припев и написанная «Король-то голый». Я очень возмутился, а потом думают, бог с ним, пусть они ее, как говорится, споют и цитируют. Когда глаза таращат страх, решается не всяк, Набравшись смелости сказать, я вижу это так. Трусливый замирает дух, куда надежней тонкий нюх, Когда приходится всерьез решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Привольно нерзким лавкачам мука разложить, Легко искуснейшим качам комзолы за лески шить. Придворный люд всегда готов носить его без лишних слов, Но голым голову назвать, ищите дураку. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. Фасон, хитер, лавка, рука, пиколоков, реплиссет. Пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать, Чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте и дурак. А теперь с великим удовольствием приглашаю на эту сцену Татьяну Дрыгину.